здравствуйте друзья утренний вопросик как быть патологическому лентяю вот вы наверно сразу подумали что я ничего не делаю но все совсем наоборот во мне совмещается и лентяй и очень амбициозный человек при том все вместе прижилось и друг другу не мешает если не мешает так чего просто да ну ладно с одной стороны я беру на себя много работы когда отдыхаю то мучает за это совесть думаю все время как бы увеличить свои доходы ищу подработки то есть отдых вызывает у него мучение совести но в то же время никогда не упускаю то просто физически не могу возможность срезать углы возьмем к примеру ю тест на котором я голод по нескольким направлениям выбрали скажем 10 тестировщиков с разными устройствами прогнать тест-кейсы если все просто то хорошо но как только возникает трудность трудность а как сделать это или то я просто не могу долго просидеть над решением проблемы стандартная ситуация это когда я смотрю на баги других тестировщиков и делаю вывод прошло у них на этом этапе или не прошло перенося результат к себе в реальной жизни то есть он как бы не выполняя теста халтурит в реальной жизни даже не могу ходить не опираясь на поручни не садясь где возможно на лавочке с одной стороны хожу в тренажерный зал давно выгляжу хорошо но и тут проблема внутренний голос говорит не сегодня потом туда сходишь а у меня тоже все время говорит то же ну хватит на этом тренажере надо отдохнуть уже устал пора домой и это просто несколько ситуаций от многих людей которые более-менее меня знают в том числе гораздо старше меня слышал что никого более ленивого не видели как мне быть я серьезно думаю что это генетически но все-таки я могу выработать какие-то социальные инстинкты которые подавят вам это начало во мне если бы я был просто лентяем и вообще ничего не делал то советы вроде выработай план придумай мечту спрашивай каждый день что сделал для этого и так далее были бы уместны но в моем случае надо что-то более хитрое да ну давайте давайте обсудим что тут сказать значит если человек что-то не делает или не доделывает или даже делая думает как бы отвалить там углы срезать и так далее это говорит о том что она ему особо не надо знаете если бы было надо он бы скрупулезненько так и точненько бы все это делал но если не делает значит делает рутинно делает как как сказать вот как будто кому-то надо но не ему и ритуально так как бы выполняет какие-то движения то есть если он например ходит в джим но как бы пытается там сочкануть то наверное ему это не доставляет удовольствие вот сам этот процесс правда вот если ему процесс выполнения физических упражнений доставлял бы удовольствие это одно если он знает в принципе ну положено ходить в джим неприлично не ходить в джим там ну ну еще что то такое как то вот быть как все или там как лучшие из всех и вот это его такая мотивация он же пришел джим но он пришел он же даже не то что он там сидел курил на лавочке он что-то такое там поделал потом тут посидел там постоял ну то есть он как бы он не для себя делает вот вот собственно и все когда человеку для себя нужно он находит удовольствие он для него это такой как бы радостный процесс кто же себя будет радости лишать поэтому что касается физических например упражнений я знаю дядьку одного он ну как бы знает да что вот надо чем-то таким заниматься но в джим ходить не может дома у него там даже есть какие-то снаряды но он не может но он может часами играть в баскетбол вот у него например там есть ну какая-то группа людей и он с ними они там часами играют играют он все свободное время может играть баскетбол и и он не пытается там сесть на лавочка он это пытается именно играть то есть видимо хождение в джим не является тем видом физической активности к которой у него есть тяготение он не то чтобы лентяй просто не своим делом занят послушайте если животные в неволе не размножаются вообще не размножаются в неволе вы понимаете вот вы подумаете а не размножение а тот человек тоже вы как бы в неволе такой находится почему он в неволе должен получать удовольствие от того что что-то делает подневольно вот его радость мы все знаем что подневольный труд непродуктивный и да скажем легкое освобождение раба в виде например там крепостного крестьянина такой фиат феодальная такая форма да где у него есть что-то такое может еще и сам тоже для себя это уже прогресс производительности освобождение крестьянина вообще там скажем из чьей-то собственности дать ему просто кусок земли сделать его фермером совершенно другой рост производительности и пошло и поехало но но правда а он просто вот такую всю жизнь живет как крепостной не потому что его кто-то закрепостил но потому что обстоятельства так сложились что он принимает это он вместо того чтобы сказать я пойду искать чего мне интересно было бы делать но он не ищет но он так живет а рутина же затягивает что касается работы значит в принципе я знаю очень много людей которые загораются глазища у них именно когда надо что-то понять разобраться влезть во что-то где но непонятно как быть понимаете то есть вот это вот неизведанность она их запаляет а есть люди которые как только они наталкиваются на что-то за пределами такой рутины очевидные они сразу сникают воды и все и расклеились вот поэтому опять это не вопрос лени это вопрос того что не зажигает если чего-то не зажигает значит это подневольная какая-то подневольный какой-то вид деятельности и казалось бы вот ну самое радость можно получать а человек страдает абсолютно любая самая радостная вещь если человека заставить это делать лишив его возможности делать это по своему усмотрению свое удовольствие эта вещь будет его обременять я могу сказать что вот вспоминаю время когда я в школе учился я вообще был такой книгачей читал много там бывало от родителей там под одеяло спрячешься с фонариком вот читаешь но по школьной программе положено было проходить какие-то произведения и среди них были такие которые я успел раньше прочитать до того как они в школе нам попались и вот я как бы нормально с удовольствием прочитал а которые в школе заставляли читать такое было отторжение невероятное я я даже не могу передать ничем но не знаю как как это а может быть вы меня понимаете да я я надеюсь что многие меня понимают но просто невозможно было это читать я вот помню поднятую целину при том что хорошо написанная вещь я я все понимаю но я ее не смог прочитать потому что она была по программе до этого я ее не прочитал и вот так я одно сидел на уроках на уроках и пока там они что-то обсуждали я почитывал то есть я знал содержание хорошо я читал смысл я смотрел фильм и так книжечку почитал и когда я читал книжечку на уроках она мне нравилась мне нравился язык все было замечательно но я не мог вот вот через это перешагнуть так вот и не прочитал толку вот поэтому чё тут скажешь великие вещи которые можно было бы читать и обдумывать и осмыслять и я не зато вот а были вещи которые там по пять раз перечитывал потому что удовольствие получаешь ну и вот он вот вот он в этом состоянии вот я это письмо так понимаю дело не в том что он лентяй дело в том что он в каком-то не своем мире живет ему чего-то такое нагрузили сверху и вот он подневольный вот я бы так стал ключевое слово эта жизнь подневольного человека когда ты живешь свою жизнь когда ты живешь ее в радость нормально значит на лавочке посетить не знаю насчет лавочки честно мне трудно сказать вот идешь там тут лавочка сел посидел на лавочку идешь дальше сел посидел на лавочку но может быть это такое ментальное знаете какая-то психологическая даже я не я не начал развита проблему но посидел на лавочке но хочешь посидеть посиди вот мы периодически когда такие философские темы обсуждаем мы говорим о том что вот есть предназначение у человека и и вот он пришел для чего-то в эту жизнь и он спрашивает себя а а для чего и он ищет ответ он может не спрашивать себя и не искать ответ и жизнь как как живется и и это кстати тоже может быть совсем даже не самый плохой вариант но но если его начинают мучить проблемы вопросы на которые нет ответа он так а что же я дал он у него начинается дико дискомфорт самим собой он как что же я ничего не делаю когда я мог бы тут заработать там что-то еще и вот как-то вот не использую свои ресурсы в тот момент когда у него начинается дискомфорт он должен сказать себе ну хорошо а что что я вот ради чего я все знаете и когда у него ну даже может быть и не найдется сразу ответ но во всяком случае какой-то путь появится в ту сторону это все это будет иметь совершенно другой смысл потому что он будет искать себя он будет искать свою свой путь свое предназначение даже сейчас он ничего такого не ищет он живет чужим каким-то образом нет ни свою жизнь проживает еще раз если бы у него не было дискомфорта я бы сказал что все путем ему не надо даже думать сильно живи на здоровье радуйся жизни каждый день и все но если вот нет такого надо искать решение и решение в том чтобы с моей точки зрения решение в том чтобы уйти из состояния подневольности а уйти в состоянии осознанного поиска себя и этот поиск продолжается там до последних дней жизни давайте это не то что вы там вот сегодня нашел все это такой динамичный процесс но или вы живете для себя и для своей жизни либо либо нет либо либо просто так живете не поймешь для чего живете да дальше я думаю что появление девушки в этой картине вот так как то ее тут пока нет может она где-то спряталась там я не знаю но во всяком случае появление девушки могло бы сильно изменить мотивацию и как бы добавить какого-то смысла в этого все хотя я расскажу если девушка превращается в обязанность да так это тоже уже думаешь как бы сочкануть эти был такой анекдот но он гортисковый но гортисковый говорят ты какой там этот секс предпочитаешь групповой или индивидуального групповой а чё групповой сочкануть легче понимаете но если если это этот вид деятельности становится для него вынужденным да подневольным его заставляют так он думает как сочкануть а если не заставляют то он думает как значит активнее вовлечься значит совершенно совершенно другое дело вот мое видение того что здесь пишет вот такое мне не нравится мне не нравится как он там на ю тесте смотрит что другие пишут и так определяет там получилось не получилось потому что это уже не добросовестность это другое совсем понимаете одно дело лень так когда ты можешь что-то делать а можешь не делать можешь нагрузить себя чем-то лишним или не нагрузить себя чем-то лишним а это уже не добросовестность первое второе и этого нельзя Нельзя допускать Тем более в отношении к работе Должны быть какие-то ориентиры И это никак не Не вписывается В тезис о том, что он Какой-то Амбициозный Если ты амбициозный Но как только ты встречаешь трудность Ты думаешь, как от нее отвалить Где же тут амбициозность Амбициозный человек ищет Какого-нибудь такого Большого слона, чтобы его победить А не какую-нибудь маленькую собачку Отвалить от вызова От челленджа Куда-нибудь в сторону смыться Закосить Это не амбициозность Это еще что-то такое Я даже не знаю, как назвать Но в моем понимании амбициозности Это не когда пальцы веером Амбициозность это не когда пальцы веером А когда ты хочешь Реальные какие-то достижения Высокие достижения Иметь на своем счету Понимаете, в своем послужном списке Высокие достижения Это амбициозность Это не понты Вот, поэтому Я думаю, что ему нужно Осмыслить немножко Насчет вот Этой самой амбициозности А так Ну, вопрос задан Вопрос отвечен Да, значит, я надеюсь, что Все будет нормально И как бы ход времени Тут возраста нету, парня Не написал Вот Для молодого парня нормально Чуть-чуть постарше станет Ну, значит, появится новая мотивация Семья, дети Интересная работа Какой-то круг Друзей Где Ленивому места нет особо Понимаете? То есть он сейчас общается с людьми Которые его принимают ленивым Вот таким Сачкующим Можно сказать Отваливающим А может быть Очень привлекательная Какая-то тусовка Где так уже не получится Значит, соответственно Ты будешь меняться И Так, поближе-поближе Норовлю кофе суток своему Вот тут еще есть Местечко есть Вот Будешь меняться в хорошую сторону Никому не заказано Вот Вообще лень Как бы состояние-то Вполне естественное Для человека Че мы Говорим-то Вот Да Состояние Вполне естественное Всем нам понятное И Знаете У Жванецкого Была там Такая интермедия Где он там Говорил, что Вот, мол Нету Нету Вот у нас Хорошего отношения Друг к другу Вот как-то вот мы Да Вот если бы На поле боя Да А вот там Под жигулями Значит, нет И там дальше Вот замечательная Такая фраза у него была Вот если бы Все на мини подорвались Ну То есть тогда Появилось бы сочувствие Но об этом же Можно только мечтать Понимаете Вот Поэтому Если бы он должен был По 12 По 14 часов в день Или мы Мы тоже все Мы Я себя не исключаю Работать там Киркой Или там чем Не знаю Чтобы заработать себе Просто ну Кусочек покушать Там да И из голода не помереть Конечно Это был бы совершенно другой мир Но Словами Жванецкого Об этом же можно только мечтать Понимаете А так вот Да Мы можем себе позволить лениться Ребята Это уже Это уже достижение Счастливо 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 Субтитры создавал DimaTorzok